здравствуйте ребята перед нами опять вайров 80 значит ребята видос будет сниматься как сделать там маленький об чтобы я не знаю как минимум 20 метров плюсы получить значит ребята дело в чем я под видео поставлю естественно видос где он у меня хорошие скорости а выдавал чем сейчас с новой манжетой короче кто предыдущие видео смотрел он знает что может а прогорела там и значит новая манжета короче значит смысл в чем что старая манжета короче показывала 262 метра в секунду а новая манжета ребята с нуля короче родная манжета с пирамида ир я его выписывал значит заказывал там всего лишь показала вот 242 метра в секунду я его ребята хочу значит залить так же как заливал старую манжету но к сожалению я этот не показывал на видео как его заливал дело не просто заливки ребята дело в том что вы скоро догадаетесь дело значит в чем и компрессии будет и так далее сейчас еще раз повторим ребята пару разок выстрелим потом я разберу винтовку и покажу вам и расскажу то как заливается как компрессия и так далее короче вы не только варя водам понадобится видос пригодится вернее но и всем остальным я думаю у кого пружина пашневая пневматика все вставляем его вот так поставили берем витовку пули значит 0 670 грамм но 67 грамма короче иначе и вот пожалуйста ну к сожалению частями придется снимать видео но без этого никак силикон должен высохнуть 248 до на 8 метров выше показывает чем перед этим 246 ну это может чуть-чуть дизелек сыграла роль чуть-чуть может совсем но стволе его не видать 245 на ствол чистенький я сейчас посмотрю ребята ствол чистенький никакого дизеля короче ребята давайте еще одну я в заключении скажу вот такие пироги а вот такие пироги короче ребята вот такие пироги но нам надо получить 260 262 метра в секунду винтовку ложим на стол ну все ребята вот такие пироги короче я сейчас его разберу и вторую часть буду снимать на третья часть уже придется снимать когда я уже поршень вы поршень этот зафиксирую с манжетой и залью его ну все ребята до этого до 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 следующего вас до следующей серии что люблю и и язык заплетается уже ребята вот я разобрал винтовку значит но ребята как я говорил что силиконом заливать значит не получится потому что тут они значит не одинаковые все таки ребята если что они не одинаковые сейчас объясню что да как ребята значит на старой манжете да на старой манжете я что сделал смотрите в ящике вот в таком ящике короче залили силиконом ребята и смысл было заливки значит что смысл было заливки то что ребята манжета родная да которая у меня прогорела короче до 30 миллиметров ширину но не 30 у варилх 80 ребята компрессор ровно 30 миллиметров 30 к значит да я когда и умерель да он был но сейчас я вам скажу сколько если не если он померить сейчас скажу вот пожалуйста ребята мы не полный там 30 ребята значит а если ребята значит компрессор 30 до то надо там сделать манжету по мере возможности 30 копейками значит и что же я сделал ребята я зале его и почему зале сейчас я эксперимент вам покажу значит чтоб его расширить ребята не заливал я не из-за того заливал что вот этот типа мертвый объем этот убить или чё-то да нет нет ребята я заливали его чисто из-за того чтобы его чуть расширить и как у меня это получилось расширить его значит я залили потом взял целлофан вот ну промаслил целлофан чтобы он не этот не клеился на нем и смотрите вот так я сделал короче ящик вот такой ну по размеру был ну ну для пошлил я его клином ставил вот между между досками ребята вот так ли нам ставили прижал короче вот так он стоял клина значит и походу ребята я мерил штангели вот при прижатом состоянии штангели мере короче я сделал 32 я сделал понял да на цифру на цифрушке я вам скажу 30 и 20 я сделал и почему я сделал сейчас поставим туда значит его и посмотрим что к чему вот дошел сейчас ребята перепуск я перекрываю и сзади давлю вот смотрим слышно да и поршни тоже пошел вперед еще разок выдвинем его перекрываем и давим слышно да ребята значит он компрессивный держит пропускает потому что ребята он сейчас значит он ровно 30 миллиметров но почему его не получается заливать я вам сейчас объясню ребята почему не получается заливать сейчас я вам объясню он ну на нам надо ровно давай чуть блин короче ребята 30 и ну с лишним короче десятка торчит но мне ребята в идеале да он нужен 30 20 30 30 с поняли да и смотрите сейчас многие наверно начали уже меня обсуждать что ты чё это магнум класс он сразу раздул раздувается и так далее ребята может и раздувается вот это мажета вот смотрим смотрите у него срез какой глубокий видите да видели но даже он не держал а у этого ребята только паз вот здесь миллиметра два и все больше ничего нету поняли да вот смотрите только паз и все ничего больше нету естественно такую значит смысла нету ребята заливать потому что если я даже прижму его вот так да его уже шире не сделаешь а здесь шире делалось потому что он глубоко глубоко короче поняли да и он как бы расширился у меня когда он застыл значит он держал тот размер на котором я его остановил короче я точно не скажу но был 30 20 или 30 короче где-то вот так вот смотрите сейчас вот вот мажета вот стоит короче когда он перед две стрелы он летит ребята вперед смотрите он полетел вперед но смотрите ребята фишка в чем пока его давлением раздует пока здесь образуется давление ребята да в доли секунд доля доля секунды я не знаю он уже ребята успевает назад пропускать воздух кубики терять поняли да пока его раздует а его уже не раздуть потому что там неглубокий этот срез неглубоко значит сейчас выход я из положения вижу ребята просто в том что расширить его значит чуть-чуть знаете чем я не знаю резиной что ли ну какой-нибудь квадратной резиной туда чтобы его не выбило надо заклеить его наверно чем-то я не знаю посмотрим короче смысл поняли да ребята значит пока он давление создаст и раздует чтобы не терять кубики да он уже потерял короче поняли да смысл вот смысл и там значит ну к сожалению заливать эту мажету не получилось смысла не вижу значит все равно немцы поставили другую мажету ребята а вот с пирамидой вроде все одинаковое блин но ни хера но ни хера короче он даже на четверть миллиметра длиннее вот кажется все ребята вот такие пироги сейчас поищу резину значит расширю его ну на десятку где-то и посмотрим что получится значит ребята нам надо его до такой степени расширить чтобы как надавили да он сразу чтобы этот ну сразу чтобы компрессию создавал короче вот такие пироги вот со старой мажетой у меня хорошо получилось ребята вот снова уже не то я не знаю наверное надо будет заказать такую мажету и дальше продолжать там чё чему короче сейчас все найду резину и потом посмотрим что получится ребята как я вам и говорил нашел вот такую трубочку вот вот такую трубочку я нашел силиконовая наверное значит вот посмотрим видите да у нас ребята значит вместо тридцать и тринадцать получается сейчас я вам скажу сколько получается сколько мы там расширили его ребята для эксперимента вот этого хватит то чего я сейчас делаю а так надо получше что-то найти я не знаю я его заклею давлением выбит не выбит его оттуда хер его знает короче а так я значит чего я сейчас значит херачу вот смотрите ребята был тридцать тринадцать сто тридцать сорок вот пожалуйста ребята сейчас уже то же самое проведем с ним уже чуть чуть уже уже идет так здесь чтобы не испортить надо нам уже тут вот надавили ребята смотрим сейчас он уже залез туда пальцами перекрываю перепуск и сзади надавливаю и посмотрим что он у нас делает видите он обратно идет ребята видели сейчас на 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 этот палец на указательный палец у меня клей блин не держит сифонит короче надо другой палец подставить так вот смотрим вот я надавлю и ребята и вот видите обратно идет ребята вот компрессия вот компрессия вот где компрессия вот блин видите вот он обратно идет видели да вот это компрессия слушайте сейчас вот это есть компрессия ребята естественно я сейчас соберу винтовочку стрельнем пару разок дай бог трубочка в нем будет держаться он его еще заклипает туда я надеюсь короче все вот такие пироги но факт в чем ребята и чего я хотел сегодня вам показать по моему да получилось значит теорию значит эту раз это самого ли разрушили ту теорию что он раздувается там и держит да понятно но он раздувается когда уже там давление создается а сразу же там же не создаться давление да пока он не тронется и он где-то сантиметр будет лететь уже потом будет создавать давление вот в это время он и будет терять вот этих метров в секундах вот так вот вот этих кубиков все ребята сейчас соберу и посмотрим что к чему так опять включаемся вот и собрали ребята винтовку значит заклеили все как надо все вы смотрели естественно пули 0,67 грамма поставим и бабахнем ребят на пару разок скорость естественно торчат до заклейки заливки я не знаю называйте как хотите но не знаю посмотрим пожалуйста ребята было 247 стало 259 да нормально короче не зря старались и вот эти тоже раз это самого ли короче теорию что типа это делает ну раздувает его короче ребята поверьте мне на слово когда нам надо он тогда не раздувает понял да ребятушки он если сразу держал это хорошо а он сразу не держит ребята 261 пожалуйста тнов 500 вот нет нет х короче будем считать что 260 короче но этих двух метров мне не хватает блин на старой мажете 262 было блин метров не хватает давай еще ребята дизеля вообще нету естественно вот я вам сейчас дам вот так посмотреть через твой вот смотрите просто короче нет дизеля ребята вот такие пироги короче я к плохому не научу естественно уже начали хвастаться блин короче ребята вот так и происходит всегда что люди доверяют теории и ходят с зачуханными так сказать винтовками почему же этих 20 метров не не должно хватать да допустим пускай будут они тоже нафиг вот такие пироги короче вот так вот теорию нахер пошла главная практика и так далее ну все ребята желаю всем добра и вот такие пироги вот до вайро 80 и 261 блин без без одной метры блин все пока